В очередной раз Славянский район принял зональный этап краевого конкурса среди военно-патриотических клубов и объединений «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». Эти соревнования зародились в Славянском районе в 2002 году как муниципальные и зональные соревнования. А с 2008 года из разряда зональных стали краевыми. С подробностями наши корреспонденты. На территории автошколы ДСААФ за путевку в финал боролись команды из 12 муниципалитетов края. Поздравили ребят с началом соревнований почётные гости. Начальник отдела реализации программных мероприятий Управления молодёжной политики Краснодарского края Светлана Москалюк. Начальник управления по делам молодёжи Славянского района Олег Смольников. Руководитель Славянского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Пантелеев. Я прошу вас быть вот такими подтянутыми по жизни. Не только ради сегодняшних соревнований, а каждый день. Нести с гордостью и идти с гордостью по жизни. И неважно, кто из вас сегодня займёт эти призовые места и будет представлен на краевых соревнованиях. Важно то, что вы занимаетесь военной подготовкой, военно-спортивной подготовкой. Что вам это интересно? С напутственным словом к участникам соревнований обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник трёх парадов победы в Москве Василий Васильевич Вертель. Дорогие ребята, я просто радуюсь, что вы занимаетесь спортом. Вы уже в районе, в своём каждом районе, вы уже лучшие спортсмены, которые достойны отстаивать вот на этих больших соревнованиях свой район, свои позиции. Поэтому решите, ребята, от своей души пожелать вам всем счастья, добра, успехов, а самое главное – здоровья. Недаром, говорят, солдатами не рождаются, солдатами становятся. Чтобы быть готовым к испытаниям в армейской жизни, необходимо уже сейчас позаботиться о своей физической форме. Это и есть основная цель соревнований. Соревнования для меня – это, прежде всего, личные качества. Вот это спортивные качества. И особенно это хорошо для тех, кто будет поступать в военное училище, ну, в первую очередь. Это как бы не совсем мужское дело, и девушки должны этим заниматься. Я делаю медицину, мало ли, в жизни всякое бывает, и она мне пригодится. Тем более, это медицинская подготовка. Могу попасть в такие условия, в которых всё это мне нужно будет. Состязания начались с оценки внешнего вида, с троевой слаженности команды во время прохождения строем и с песней. Также в этот день ребята демонстрировали навыки в огневой подготовке. Стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка автомата. Тактической подготовки, смена огневой позиции. Физической подготовки, подтягивания, бег, прыжки с места. Военно-медицинской подготовки. Петровчане из клуба «Будущий воин», которые защищали честь нашего района на зональном этапе, выступили достойно. Ведь для каждого из них это не просто конкурс. Это бесценный опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. Мы, конечно же, надеемся пройти на краевой уровень и там побороться. А пока ничего загадывать не хочется. Победители определили по наибольшей сумме набранных баллов. Лидерами стала команда военно-патриотического клуба «Будущий воин» Станицы Петровской. На втором месте – военно-патриотический клуб «Ратник» города Краснодар. Бронзовыми призерами стал военно-патриотический клуб «Надежда» Денского района. На четвертом месте оказалась команда кадеты города Анапа. Эти четыре команды будут представлять нашу зону 23 апреля в финале соревнований. Солдатами не рождаются, солдатами становятся в Денском районе. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».